Доклад министра образования края Светланы Говорухиной в ходе правительственного часа поучительски уместился в строго отведенное время – полчаса. Но и этого хватило, чтобы обсудить значимые проблемы отрасли. В частности, коснулись проблемы нехватки кадров. Кадровый дефицит системы общего образования на начало учебного года, он в два раза практически по сравнению с прошлым годом был меньше. И на оставшиеся вакантные ставки путем перераспределения нагрузки между существующим педагогическим составом такая работа была проведена. И на сегодняшний день все программы обучения выполняются в полном объеме. И тем не менее, школы края Остров нуждаются в учителях математики, русского и иностранного языков, литературы и начальных классов. Большое количество вакантных мест Говорухина объясняет тем, что выросло число обучающихся и учителя уходят на пенсию. Но с зарплатами, по словам министра, это не связано. Да и в целом оплате труда Говорухина посвятила всего несколько слов. 1 июня текущего года заработная плата работников образования увеличена на 10%. Средняя зарплата учителя по краю, как следует из доклада, составляет 37 тысяч рублей. Однако депутаты напомнили, чтобы получить эту сумму, педагогу зачастую приходится дополнительно брать на себя кружки, преподавать другие предметы, не имея порой на это должных компетенций. Многие занимаются еще и репетиторством. Не соглашусь с вами о том, что учителя в школе не работают только по причине низкой заработной платы. К сожалению, педагогические работники работают на меньшую заработную плату в других сферах. Просто педагогическая деятельность, она особая по своему менталитету и так далее. Я считаю, что 37 заработная плата средняя у учителя в сравнении с общей краевой средней заработной платой, это вполне нормальный вариант. Звучали и другие интересные высказывания. Так депутат от коммунистов России Сергей Матазов предложил перейти, цитата, к лучшим советским традициям. Наравне с флагом России поднимать в школах и красное знамя СССР. Однако Говорухина отметила, что воспитание в школах уже отвечает всем требованиям федеральных властей. Анна Рашигиров, Александр Антропов. День с толком.